Мы индивидуальны. Все люди выглядят по-разному. Отпечаток пальца, сетчатка глаза, ДНК. Индивидуальным может быть характер, мышление. Индивидуальность – это человек, который не как все, он лучше кого-то в каком-то деле. Индивидуальность – это качество человека, которое отличает его от других людей. И это формируется в зависимости от того, как человек совершает выбор. У него есть несколько понятий. Если мы будем смотреть с понятия христианского, то это какой ты поступок выберешь – хороший или же плохой? В православии мы верим в свободную, разумную душу человека. Господь создал каждого человека по своему подобию и образу. Поэтому мы должны отличаться от людей, не должны повторять за ними. Если кто-то пошел и убил человека, не значит, что ты должен идти и совершать грех. У каждого человека есть свой выбор. Кто-то выбирает добро, а кто-то зло. Когда человек делает выбор и своими поступками приближается или отдаляется от Бога. К примеру, едешь ты в автобусе, подходит бабушка, ты можешь закрыть глаза и притвориться то, что спишь, или же уступить ей место. Если же уступишь ей место, ты будешь ближе к Богу. Если же притворишься то, что ты спишь, то, соответственно, дальше от Бога. Господь дал нам свободу выбора. Поэтому, если ты сделал какое-то плохое дело, нельзя сваливать на другого, потому что Господь всех создал по-разному. И нельзя сказать, например, это Петя сделал или это Маша, это ты сделал, и это надо уметь признавать. Каждый человек может либо грешить, либо не грешить, в зависимости от его выбора. Если человек алкоголик, то не значит, что его сын должен быть алкоголиком. Гены на это не влияют. У каждого человека своя индивидуальность. Поэтому, когда человек что-то делает, то это не виноват его родителей, а это его собственный выбор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...